здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша ее ведущие эдуард брумер и геннадий брумер сегодня мы беседуем замечательной российской актрисой народной артисткой россии ириной мазуркевич ирина степановна добрый вечер ирина степановна большое спасибо за то что вы согласились с нами побеседовать для наших радиослушателей радиослушателей и тех кто нас смотрит на нашем youtube канале вы человек заняты поэтому еще раз огромное огромное спасибо ирина степановна как маленькая девочка из городка мозырь белорусского городка мозырь попала в большое кино и не просто большое кино от замечательного режиссеру виктору титул который создал великий фильм здравствуйте я вашей тетя вы хотите чтобы я с детства начала ну город может город может хороший городок но хороший да сейчас это я не знаю наверно сейчас это было бы нереально тогда как-то вот получилось да захотелось очень хотелось самая главная причина очень хотелось и ничего не боялась потому что не знала опасности сели с подружками в поезд и самолет с папой одной из девочек и поехали поступать в горьковское театральное училище потому что оно было ближе всего по тем временам к нам к мозырю к нашему на перекладных с разными вещами ой но у меня-то в голове есть картинка как это было и чего это стоит как же я могу все просто могу в двух словах очень хотелось сели поехали сделали ирина степана а второй фильм в котором вы снялись это был замечательный фильм александра меты как педр араб поженил а вы одна из немногих актрис которая в своей творческой жизни встречалась просто с легендами это даже не звезды не просто хорошие а легенды я только перечислю для наших радиослушателей фамилии андрей миронов владимир высоцкий алексей петренко евгений леонов золотухин гафт герт олег басилашвили а как вообще вот молодой актрисе скажем так еще не совсем опытной и встретиться вот с такими легендами с такими мастодонтами мощными актерами слушайте давайте как женщина настоящая буду отвечать не на тот вопрос который вы поставили хотя бы на предыдущий потому что на него не успела ответить я просто сказала как я поехала поступать в училище а в кино я попала тоже очень просто нового во время не было тогда когда я поступил в училище мне было 15 лет да еще не было даже 15 только летом исполнилось после восьмого класса я поступала и во время в середине первого курса в училище приехал какой-то бывший выпускник его зашел был у директора а я в это время пришла просто посмотреть расписание что что у меня сегодня есть занятий не было в этот день они были во второй половине дня вернее я стояла расписание этот человек вышел из кабинета директора и остановился рядом со мной внимательно смотрел пока я не спросила чего надо и спросил нет ли у меня с собой фотографии потому что он знакомый его знакомого который знакомый и ассистент режиссера у виктора титова который будет снимать фильм чудо скосить ну тогда другое название было да про про корбут и они ищут артистку на главную роль как прототип ольги корбут и если я принесу фотографию он отвезет и вдруг я подойду то тогда вот я буду сниматься ну я поехала привезла с фотографию своей из дома и он отвез на мосфильм виктор титов посмотрел увидел фотографии сразу сказал она визите и меня стали возить на пробы и значит но в результате утвердили и я снималась и поскольку и ольга корбут же из белоруссии мы же с вами все это знают вот и и я и знаете надо сказать что мы с ней совсем вот как-то это так странно что такое кино что такое монтаж потому что мы потом с ней встречались в жизни не во время съемок она мне вот вот буквально по плечу вот такого роста она а когда фильм смонтирован и когда делает она упражнения а зрители должны думать что это я туда же мой папа не поверил что это не я делаю спросил у титова на на примере фирма фильма скажет а ирина это сама делает все эти упражнения то есть вот что такое как как можно легко обмануть зрителей ну вот я на прошлый вопрос вам ответил на предыдущий она этот как с легендами ну понимаете чем раньше начинаешь тем наверное легче и проще я уже это сказала и повторюсь что я совершенно не понимала опасности я не понимала чего надо волноваться чего надо бояться я просто занималась делом не ставили задачу говорили что надо делать и я делала во первых во вторых я на на то время я наверное может быть на втором курсе я еще не знала кто такой басилашвили может быть тогда не было осеннего марафона тогда было да это это я а я с ним все я потом снималась в другом фильме сказ про то как тябь петр арапа женил я и высоцкого то толком не знала я была слишком мало чтобы понимать его песни которые из магнитофона там из окон неслись конечно по всему мозырю и где бы то ни было фильм стрибуха я видела ну вот так вот чтобы оценить масштаб его личности я не могла поэтому я тоже совершенно спокойно с ним общалась а он поскольку привык что там перед ним на колени падает и там рвут с него одежду чтобы кусочек на поезде ему это было в общем очень комфортно со мной общаться и на этом наши отношения и строились ну наверное я ему еще немножко нравилось чуть-чуть вообще известно что высоцкий выбрал именно вас потому что уме ты были две кандидатуры ваша еще одной актрисы и как как вам это льстило что вот высоцкий сегодня это вообще имя ну я не знаю сегодня говорят что тот кто хотя бы поздоровался с высоцким уже дотронулся до вечность до вечности да вы играли целую крупную роль с ним рядом ну как-никак я же вам ответил уже на этот вопрос пока вы задавали я уже забыла в чем он ну снималась ну обыкновенно я вам говорю что я ничего не понимала я не представляла чего надо бояться чего надо волноваться не было у меня никакого ни страха ни особого пиетета никаких не было все просто ужасно все было интересно все было ужасно любопытно я же вы же знаете мозырь под на то на то время мозырь где мозырь и где москва я была был провинциальный город я была совсем просто ребенком я этого ничего не знала мне все было в новинку и я ничего из себя не строила не пыталась показать что я не просто с открытым ртом везде ходила смотрела впитывала 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 в себя вот поэтому и делаю очень важно мне кажется особенно вот в этой профессии в актерской чем раньше ты начинаешь тем у тебя больше вот этот разбег очень важен когда человек в молодости еще способен многому многому научиться многое освоить потом это такие дорогие годы дорогие очень важные поэтому я вот говорю я не совершенно почему-то не волновалась не боялась потому что я бы извините пришла в театр леносовета там и алиса френдлик была да уж алису то я как раз таки знала более-менее представляла что это такое вот с эти с этими людьми мне было намного сложнее и и и то ну вот не знаю почему-то я не относилась к ним как как коллега самого начала ирина степанова вот в 70-е 80-е годы ленинград это такая театральная мекка и бд тестов тоноговым и вот вы упомянули лен совет с игорем владимировым и тюз зиновьем горогодским то есть можно перечислять очень многие театры включая льва додина и агамерзяна правильно по моему фамилию произвели а вот а как сегодня а на сегодняшний день можно ли сказать что санкт-петербург является той же театральной меккой или все по немножко по-другому я не знаю сейчас немножко по-другому потому что ну очень раньше вот если был допустим театр то в станогово то практически другим режиссерам невозможно было поставить у них театре что-либо или театр лен совета даже многие режиссеры скажем гинкос и гетто яновская они же у владимирова пытались что-то ставить даже что-то поставили и потом все равно не получалось и режиссеры уезжали потому что нельзя было работать художественные руководители в общем держали театры так что туда было не просунуться они в лучшем случае режиссеры ставили какие-то там спектакли которые ну они выбивались из стилистики театра наверное все таки это были театры одного режиссера а сейчас сейчас проще сейчас все таки приглашают и режиссеры могут со стороны ставить спектакли с другой опять же если у тех театре есть сильный лидер какой-то у которого есть то что называется генеральная линия то и там возникают проблемы но есть режиссер сейчас есть фестивали всякие куда куда приезжает в наш фестиваль который шуб устраивает в балтийском доме фестиваль много могут люди видеть из москвы очень много у нас гастролеров много все театры приезжают и антрепризные спектакли и не антрепризные трудно сказать не знаю но везде есть что-то везде и в провинции очень много там мы так говорим по привычке провинция но там бывают театры намного сильнее даже чем чем где-нибудь у нас мы приезжаем в москву на гастроли говорят ой боже мой какие какие спектакли какие театры в питере нам такие не снились приезжают московские говорят ой какие в москве театры какие там замечательные спектакли нам такие не снились так что вот как то не знаю нет пророков своем отечестве ирина степанова а по вашему собственному ощущению вы петербургская актриса или ленинградская если в этом разница по прошествии времени как вы себя ощущаете не знаю никогда не делила не не до не после не название мне кажется это просто фонетическое изменение я не так отношусь что вот город ленина для меня это был просто вот набор букв ленинград я не не вкладывала в это что это какой-то ленин который сделал революцию который там кого-то переворот это было и потом еще что то ну вот вот такие вещи не вкладывал потом наверное сейчас если бы я была в более старшем возрасте может быть для меня это имело бы значение но просто поменялась поменялся на звучание я бы так сказала город как бы для меня и о блокаднике они до сих пор говорят ленинградская блокада и ты ни за что их не скажешь мы же не будем говорить санкт-петербургская блокада правильно к определенному времени привет прилипает вот это вот название и все и я бы не хотела просто делить город стоит город есть вот хорошо что вернулась его название но я не не придавала этому значения ирина степанова вот готовясь к передаче посмотрел что в вашей биографии довольно небольшая фильмография при всем при том что каждый фильм там довольно такие классические фильмы трое в лодке не считая собаки тот же чудо с косичками и обедом усаренного тисклова и с вадимом дербинёвым вы работали вот это такая небольшая фильм фильмография вашей истории это потому что вы так серьезно то есть и сценариям или вам очень важно какой режиссер снимает кино или какой коллектив работает имеют актерские что для вас в приоритете когда вы выбираете где сниматься в приоритете у меня театр именно поэтому так и получилось что кино постепенно отошло на второй план никто не любит чтобы его отодвигали задвигали и кино тоже дело в том что у меня вот были такие случаи в театре я очень я начинала я самого начала если честно даже когда училась в училище мне при сала и вот начало это самое чудо с косичками потом сказ про то как цепь патрарапа же не был еще такой фильм сын председателя на беларусь фильме который я вспоминаю с просто с ужасом потому что они там меня подвели меня отпустили на съемки они не успели снять и я не приехала на экзамены и для меня это было я рыдала для меня было я была в истерике просто готова была это кино проклинать а потом много было отовсюду телеграммы с отецкой киностудии и из мосфильма если я очень много ездила пробовалась не то что очень много очень много было телеграмм я понимала почему-то что мне надо закончить училище что то что меня приглашают в кино и то что меня отпускают тогда в общем это была большая редкость что студентка снимается в горьковском училище и сразу вот в таких крупных ролях а потом мне было просто лень у меня был молодой человек который мне нравилось училище я была влюблена мне не хотелось расставаться потом мне не хотел как-то я не знаю понимала и вот сейчас прошло столько лет и я понимаю что я тогда знала что не надо распыляться что надо закончить училище как вот нам сказали педагоги что надо закончить получить профессию а потом все уже заниматься этим в театре было тоже мне очень было много предложений всяких разных допустим на это самое творческое объединение экран на телевидении в москве там большие спектакли ставились и меня приглашали но там надо было много проводить времени а я была занята в репертуаре я репетировала спектакль какой-то то ли мы зинулю репетировали то ли спешите дело добро я не буду какую-то такую большую роль наверно зинули все таки и я у владимирова спросила египетирович вот меня приглашают а у нас премьера в декабре месяц вот приглашать как вы относитесь к этому а он как раз ему нравилось что артисты снимается он считал что это для театра реклама дополнительная и это это лестно что в театре столько популярных артистов и он говорит конечно конечно езжай а я а я сказала нет нет я то я так не могу если у меня в декабре премьера я не могу октябрь ноябрь там где сниматься потому что ну как жака я тогда это будет халтура спектакль не выпущу и отказалась но спектакль вышел только через год в декабре только через год я спокойно могла бы сняться поехать но что-то мне я не могла совмещать если у меня были очень большие роли очень такие важные ответственные и я относилась очень ответственно к работе просто очень и вот сейчас когда я вижу артисты и в одном сериале и в другом и третьем и бегут из репетиции им это не важно может потому что деньги надо зарабатывать сейчас другая другая жизнь я никого не служу я просто наблюдаю со стороны как вот я так не могла почему-то не могла и я также кино я так его не важно потом семья потом дом ребенок и как-то она постепенно постепенно она рассосалась пока не пришел астрахан и не ну вот титов у меня долго был до 30 лет фактически там и васька фильм был и с ним большое и жизнь клима сенгина а потом астрахан пришел в театр был режиссером и у него я снялась двух фильмах которые тоже люди знают ты у меня одна и все будет хорошо это фильм 90-х годов такие тоже они культовые стали их публика очень любит и знает именно и фильмы два фильм вот эти вот фильмы астрахана два я тоже в них попала и как-то потом гримов потом еще что-то этого мало но она для меня как-то очень важное значимое и ну и все я за за количеством не гонюсь я иногда смотрю там умер такой артист у него фильмографии 250 ролей и думаю какие 250 ролей я вам уже дать испарку и пираж чист эпизода но может где-нибудь 250 в один раз или три я его видела или но в лучшем случае где это не помню откуда эти 250 что это дает ирина спала давайте мы плавно перейдем к одному из лучших фильмов эльдара александрича рязанова бедным гусаре замолвить и слова говорят чтобы что если актриса снялась у рязанова она попала в круг избранных могли бы рассказать несколько слов о самом эльдаре александрич и и вообще о том как вот вы снимались обедом гусаре замолвите слова в роли настеньки слушайте я вот слышу со всех сторон часто что рязанов был такой деспот что на площадке что он там его все боялись чуть-чуть это что-то я тоже не боялась я не помню ну да я знаю только что вот все режиссеры серьезные и титов допустим у них у титова я вообще никогда не слышал вот мне интересно было никогда голоса не повысил но он мог так посмотреть и так шепотом сказать что все просто и все делали все что надо быстро быстро и рязанов и вот настолько уважали и настолько его слова было важно что тоже такой какой-то он огромный процесс организовывал на площадке потом уже прочитав книжку если честно я узнала какие проблемы были в кино я же не знала как фильм запрещали сколько он прошел кругов ада несчастный рязанов прежде чем этот фильм вышел и сколько мучений и как вообще как эти люди они фактически могли бы жить наверное до 150 лет если бы они не не тратили нервы и им бы нервы не мотали а спокойно они могли бы выпускать то что они хотят и то что задумали и как-то было легко он знаете он работает как как в театре у него же многие его и служебный роман и с легким паром да это же пьесы они были написаны как пьесы для театра с брагинским и они шли и служивцы это служебный роман был фильм спектакль и у него поэтому способ работы с артистами он и артистов брал в основном театральных и способ работы такой как в театре собираешься приходишь и сцена репетируется что с леоновым там с гундаревой не знаю с басилашвили эти сцены репетируются точно так же как в театре только меньше времени на это дается а очень многое в кино делается так что ты приходишь снимают тебя и ты даже не видишь своего партнера ты можешь не снимают в один день могут снять знаете объяснение в любви крупный план ты плачешь и что-то рассказываешь и рыдаешь и и заламываешь руки тебя снимают а на завтра могут снять другого артиста артиста которому ты объясняешься в любви а потом когда-нибудь вас обоих снимут потому что он в этот день не может а ты в этот день вот я немножко утрирую но принцип такой это вполне возможно и так и бывает а вот у рязанова совсем все по-другому там как раз театральный способ существования и поэтому очень легко и и очень интересно и тоже не не было никаких сложностей в этом плане ирина степанова мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу очень интересно не отключайтесь пожалуйста через пару минут вернемся мы возвращаемся в программу политинформания ее ведущий эдуард брумер геннадий брумер и продолжаем беседу замечательной российской актрисы народной артисткой россии ирина и мазуркевич ирина степановна ирина степана анатолий юрьевич равикович один из самых замечательных интересных выдающихся актеров я буду выйти советского союза и россии ваш муж и партнер по сцене у меня такой вопрос фильме покровские ворота его герой хоботов достает яйцо и несет так на ложке когда готов он его разбивает вот в быту анатолий юрьевич равикович каким был нет он он все умел делать он уж готовил то он точно замечательно и он умел делать ремонт он умел что там чего-то чего-то смастерить какие-то там вот у нас антресоли в квартире тоже остались еще которые он делал в принципе он был очень хозяйственный и он создавал уют в доме он мог там без конца переставлять мебель как казалось бы вот уже она стоит и стоит и как можно еще по-другому ее поставить нет через какое-то время ему становится скучно говорит давай вот так вот переставим без конца двигали эту мебель что-то придумывали ему хотелось для дома что-то там что-то покупать делать был домашний человек совсем ну совсем не хобот при этом он умел обожал читать очень 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 много читал он был умным в отличие от многих артистов которые считают что можно быть неграмотным можно быть ничего не иметь знаний никаких быть невежественным и просто достаточно таланта там или какого-то нет он был и и талантливые и даже думал что гениальный и при этом очень умным человеком ирина степана анатолий равикович один из самых известных ленинградских петербургских евреев давайте затронем маленький еврейский вопрос вообще для анатолия юрьевича важно было его происхождение или он был такой советский человек который как все мы мы тоже бывшие советские люди не особо интересовался религией и каким-то происхождением вот еврейство как-то касалось его как мешало ли она ему в жизни и в творчестве да вот ну как вам сказать в жизни конечно мешало в советские времена мешало да потому что он это всегда была квота на евреях и в институтах и в кино вы же знаете наверное эту историю которую это было утверждение в покровские ворота худсовет в худсовете там казаков представил артистов а там была квота превышена была несмотря на то что у многих артистов фамилии не производили по фамилии не догадаешься происхождение но те кому надо они знали и они спросили у казаков что снимаем еврейское кино а в это время спросил там директор объединения что ли или начальник актерского отдела которую фамилия была его звали адольф шапира в книжке написала хорошего человека про него говорили адольфа мне назовут ну вот и сказали нет а вот то 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 и в результате равикович был утвержден а в принципе это вот из тех вещей которые мешали он не мог устроить дочку в школу в английскую в маша не могла пойти в школу потому что тоже у него она не нет самая она была маша равикович и поэтому когда она получала паспорт равик настоял чтобы она взяла фамилию добросердова чтобы у нее была фамилия ее матери то же самое сделала и наша дочка вернее мы ее сразу он настоял на том чтобы когда лиза родилась она сразу вот получив опыт со старшей дочкой он сразу сказал лиза у нас будет мазуркевич пусть она будет записана мазуркевич и вот так оно и было на самом деле он хлебнул по жизни всяких разных вещей было ли для него важно ну вот он считал себя русским абсолютно русским артистом он обожал русскую литературу пушкин для него было все и он ее знал и любил он очень хорошо пародировал у него же родители оба и папа и мама и конечно и родственники все и он очень смешно их пародировал показывал когда он впитывал вот этот как талантливый человек все их когда они у него были в гостях все его наблюдения когда они жили все вместе где-то там дядьки тетки и племянники это было это очень смешно когда он рассказывал что-то он в книжке написал про это тоже это было очень смешно когда он рассказывал и про синагогу про нашу про все довольно скептически к этому относился для него не важна была религия ни одна не другая 3 никакая он был и когда даже он когда умирал он говорил что как незадолго до смерти как было бы просто насколько было бы не легче если бы я мог поверить в бога он даже пытался себя как-то вообразить заставить говорит это не это к сожалению не могу верно людям которые искренне верят наверное намного проще было бы уходить ирина степана а известно что театр это компания непростых очень талантливых людей у меня такой вопрос на сегодняшний день стационарный театр или антреприза у кого больше перспектив на ваш взгляд или то или другое может а конкурировать конечно может но вот так как-то повелось что стационарный театр их наверное не 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 может быть очень много потому что туда нужны вливания нужны государственные деньги но это очень хорошая штука понимаете мне повезло я работала с хорошими режиссерами и в хороших театрах и у меня есть опыт обо мне думали я всегда получала роли я сыграла по жизни такие роли которых я не знаю там мало кто может в жизни вообще сыграл из артистов и до сих пор я играю у меня каждый год вот в этом году было две премьеры уже прекрасные две роли в прошлом году еще одна и у меня все время есть и в стационарном театре и в антрепризе у меня есть работа но конечно в стационарном театре более серьезный подход опять же говорю зависит от того куда попадешь не всем ведет но если ты попадаешь в обойму артистов режиссера который которому ты интересен и он у него есть план в голове стресс стратегии он понимает что он должен ставить какие артисты ему нужны для этой постановки для этой для этой ему нужны разнообразные спектакли чтобы публика ходила и вот если но у нас казакова такая такой режиссер не знаю в бдт такой режиссер в александринке в принципе режиссеры если вот они такие казакова очень много лет в театре и я не сразу попала не стала стала ее артисты лет почти может быть десять я была без работы вот без такой одна старых ролях держалась на том что приходит там аксенов что-то поставил крамор что-то поставил а потом у нее дошли руки и до меня она и меня увидела вот в тех ролях а то в спектакле которые она собралась старин и все и теперь я много-много с ней работаю мы как-то знаете как говорят это моя артистка это не моя артистка оказалось что я ее артистка тоже но мне пришлось подождать просто я просто ждала и я понимала что если или надо уходить из театра или надо и чем-то или надо сидеть ждать смотреть потому мне нравилось то что она ставит мне нравилось я могла бы обидеться я могла бы хлопнуть дверью я могла бы плести какие-то интриги но я понимала что человек делает делает творчеством занимается а для казаковой ничего не нужно кроме театра она нигде и на стороне не поставила антрепризного спектакля на нигде не в другом ее могли бы приглашать она все время за следить следить за спектаклями которые выпущены давным-давно делает воды сама следить за качеством чтобы они сохранялись и свои и чужие за кем-то доделывать спектакли не просит чтобы ставили ее фамилию на афиши при этом и так далее поэтому можно простить все и вот это очень многие артисты у нас стали артистами молодые в театре они потом чего-то им кажется хочется чего-то большего уходят из театра думают что там будет нет она сделала много хороших артистов молодых и я прямо вот им заверю у него не очень простой метод работы не всем подходит но тот кто это выдерживает мне кажется получает очень хорошую школу и будет ей по жизни благодарен так что вот но то что антреприза нужна тоже понимаете антреприза антрепризе рознь если антрепризный театр который можно сказать что он тоже фактически как этот самый как как государственные как стационарно это был театр трушкина но вот наступили тяжелые времена когда в театр можно было ходить 25 процентов потом 50 процентов в москве или театры не работали вообще почти год как содержать на какие деньги где режиссер возьмет деньги чтобы содержать театр а там работали высококлассные артисты высококлассные мастер профессионалы монтировщики художники по свету музыка директор все это же целый большой коллектив и вот случилась пандемия государства ни копейки не помочь чем не может все и коллектив распадается и антреприза распадаются и и и чего и как людям жить не знаю никто не никак не поможет а в этом плане мы продолжали работать не буду приводить пример и в принципе так на удаленке не на удаленке потом собирались соскучились вместе у нас хороший коллектив сейчас в театре и хорошие неплохие сложные очень противные какие-то там не потихоньку отсеялись люди которые любят плести интриги там чего-то для себя требовать особого положения если вы наполеон требуете отдельную палату так что нет 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 я своим театром очень очень довольны свои работы театре я думаю что я в свое время сделала очень правильный выбор поставив все карты на театр или настепана в фильме о бедном гусаре замуловите слова настенька поет романс вы чьи широкие шинель мало кто из радиослушателей наверное знают что это стихи марины цветаевой как вы вообще относитесь к поэтики какая литература вам близко поэзии я очень хорошо отношусь и и обожала цвета его и и ахматово это то что то что я узнала в училище там привели вкус к этому еще вот опять же в детстве я у нас была прекрасный педагог в училище по литературе и по русской и по зарубежной и тогда невозможно было ничего найти ходили в библиотеку я ходил в библиотеку все переписывала выписывала и переписки естественные дневники и всякие чего я так только не находила целые программы делала сейчас уже не помню ахмадулина и потом когда я у высоцкого увидел он приехал из парижа и привез просто у него стояли нераспакованные коробки картонные с книгами там был двухтомник уже трехтомник цвета его такие толстенные книги а я видела только тоненькие такие старые старого издания в библиотеке я чуть с ума не сошла и схватила стала что-то там переписывать оттуда стихи читать тоже мало что на такой огромный объем не вмещался в мою голову но мне это было очень очень интересно и теперь я вижу сейчас очень много современных хороших поэтов учить хорошие есть и у меня вот муж мой теперешний он тоже пишет стихи прекрасную поздно начал писать на там него есть просто великолепные стихи очень хорошо отношусь какая литература я вам расскажу слушайте пришла несколько если есть сколько минут три есть я пришла ко мне весну осенью принесла мне на служебном входе женщина оставила книгу и фейсбук мы переписывались и она говорит вот моя сестра принесет вам книгу оставит я хотела бы просто вам ее подарить деликатно так не настаивая читай не читай ну человек мне подарил книгу я ее положила в театре оставила долго долго она там лежала поскольку у меня два спектакля были на выпуске там еще два фильма за одно и въехала в отпуск я смотрю книжка не тяжелая но толстая называется дети воинова название но вот улица воинова у нас есть непонятно какой то мы может это она еще запечатана так в полиэтилене какое-то название странное может ну взяла она легкая я в отпуск ее с собой взяла открыла боже мой я сошла с ума это такая прелесть жанна вишневская она живет в америке и она детство ее прошло на улице воинова как раз в петербурге ленинграде я не знаю наверное мы с ней примерно ровесницы боюсь ошибиться хоть в одну другую сторону вот какой юмор она там рассказывает повествование идет от лица мальчика который с детства все вспоминает там еврейская семья как раз тоже и несколько поколений дети и самые какие-то уникальные совершенно люди сколько юмора я вот совершенно не рекламирую эту книжку нельзя купить хотя она вышла в питере по-моему там полторы тысячи был тираж а может я ошибаюсь может пять тысяч но какой-то большущий тираж который разошелся сейчас я не знаю как книги покупают ее попросили еще написать продолжение чтобы подать под это дело еще выпустить первую первую книгу вот вдруг в интернете найдете я вам очень рекомендую рекомендую жанна вишневская дети воинова такой юморка одесса отдыхает там даже слишком густо мне кажется я не давно так не смеялась не хохотала а в принципе сейчас литература мне я пройду по стопам ревиковича понимаете что значит когда 20 лет разница это я проживаю ту жизнь которую я уже наблюдала и я теперь это все узнаю когда равик не хотел читать ему было неинтересно там спустя какое-то время читать художественную литературу говорит я это все знаю я там активы это еще да ладно а просто художественную я все все уже прожил я все это знаю мне неинтересно я этот не получаю эмоционального никакого удовлетворения от этого а вот какая-нибудь публицистика что-то какая-то познавательная литература это да хочется получать знания которых может быть не хватило по жизни чего-то узнавать новое историческое литература какая-то исторические передачи у меня в машине я когда еду у меня всегда работает радио которое говорит я слушаю новости я чего-нибудь включая youtube я слушаю там лечено или еще чего-то по исторические какие-то передачи вот это интересно или вот еще равик тоже смотрел в любил спорт очень футбол и все остальное а потом в конце жизни тоже выключал телевизор и все не буду смотреть почему все наши проигрывают я не могу смотреть у меня нервы не выдерживают я я я не могу а я была в другой комнате и говорю ну что тебе надо как что что-то да наши гол пропустили все больше не проигрывать игру подожди сейчас я сделаю я включал телевизор поколдовывала и наши сравнивали счет или равен включая там уже все в порядке то есть вот эмоции настоящие страсти когда люди переживают когда когда вот видно вот сейчас идет чемпионат в европу мы тоже смотрим это что-то невероятно какие два вчера были красивые мальча сейчас вот тоже украина играет со шведами не знаю какой там счет один 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 да до сих пор ну вот посмотрим будет пенальти или нет короче вот вот так вот это меня интересует художественная литература мало не успеваю почему-то может я много времени провожу в соцсетях поэтому или просто уже хочется хочется заниматься тем что тебе нравится ирина степана давно хотел вам сделать комплимент меня появилась такая возможность у вас действительно а шикарное чувство юмора чувство юмора а я просто вижу по фейсбуку поэтому могу оценить а чувство юмора это приобретенное качество или с этим рождаются и обязательно ли актеру иметь а это качество человеческое чувство юмора слушайте наверно совсем не обязательно наверно нет потому что есть разные актеры определенного амплуа допустим какие-то герои которые играют пафосные роли все они они и видят себя такими мне кажется что это с этим рождаются его можно развить его можно если ты чувствуешь в эту потребность особенно с возрастом если это ты хочешь ты попадаешь в определенную среду но вот я попала в семью раввитую крыль кравику в лапы а как там можно но я не понимаю я точно знаю что я с человеком без чувства юмора я бы не прожила дня не прожила не будь он так был бы кто-то другой кто обязательно обязательно это должно на уровне быть вот просто на генетическом уровне без человечества юмора по моему это скучно ужасно не знаю может ли быть артист естественно может а вот муж не может ирина степана у нас подходит концу к сожалению передача а вопрос такой короткий какими тремя главными словами вы бы описали актрису ирину марзуркевич такими двумя словами отремя отремя главным словами да не знаю и ищущие ответственное наверно и талантливая наверно непредсказуемо потому что зрители которые меня хорошо знают говорят что совершенно от меня не ожидали что я с этим справлюсь и я хочу чтобы это дальше продолжалось и на степана вот а слово талант она можно ко всем актерам а то есть можно ли научиться таланту или этот нет то есть это это какая-то манкость это на сцене должно быть на человека должно быть интересно смотреть тебе должно хотеться на не хотеть на него смотреть что-то он такое тело и же глаз не оторвать вот вот мне кажется что это талант и он и он чего-то такое делает в жизни вот серая мышка ходит ходит и ты на ее не видишь выходит на сцену расцветает понимаете красота а бывает красиво и а на сцене просто ты на нее смотреть не будешь а будешь смотреть на человека который которую которого изнутри там что-то что-то прямо рвется горит и это чувствуется это вот талант а был ли актер вашей жизни партнер или кого вы видели который произвел на вас мощное такое впечатление на всю как говорится жизнь ревикович 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 прежде всего и когда я была в зрительном зале и когда у меня в мыслях не было что он когда-нибудь может быть моим мужем и даже нет это было вот высоцкий не произвел и те я смотрела много спектаклей его на таганке и он меня водил и по ней даже несколько раз я смотрела и имела возможность нет много спектаклей видела а ревикович сразу ирина степана огромное вам спасибо за это интервью мы бы хотели когда закончится пандемия и все вот эти американо-российские разборки чтобы вы приехали в город чикаго за своим спектаклем и мы могли в жизни посмотреть вас на сцене получить удовольствие от вашей игры огромное будете будете берегите себя здоровья вам спасибо вам всего самого лучшего спасибо